Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 30 марта 2022 года. Я вещаю вам из Одессы. Время сейчас 16 часов 30 минут. И давайте новости на этот момент. Я знаю, что многие из вас ждут моих видео и очень радуются, когда Сан Саныч появляется на экране. Итак, я нахожусь на поселке Котовского. Сегодня был очень насыщенный день. Я вам уже показывал рынок 7-й километр сегодня. Вы видели предыдущее видео. Если не видели, обязательно посмотрите, потому что очень много вопросов вы мне задаете по поводу того, работает рынок или нет. Там я, в общем-то, отвечаю полноценно на этот вопрос. Сейчас, ну вот видите, у меня сзади полная машина забита коробками. Эти коробки в простонародье называются бананки. Это то, во что фасуют бананы, когда они сюда приезжают. Эти коробки очень удобные. Их используют торговцы на рынках. То есть они повторно используются как тара. Туда грузят, да все, что угодно туда грузят. Яблоки в том числе. Мне очень многие продавцы делают хорошие скидки на базаре, либо просто что-то дают в подарок. Вот Владимир недавно, я показывал видео, дал нам две коробки яблок. Максим тоже очень часто дает. В общем, получилось так, что у нас уже накопилось какое-то количество этих бананок. В данном случае на заднее сиденье автомобиля влезло ровно 9 штук. По 3 в ряд, 3 так, 3 так, как кубик Рубика, да? Там по 3 тоже, нет? Что-то я не знаю. Наверное. Или больше. Не помнишь, как кубик Рубик устроен? Кто знает, как устроен кубик Рубик, кстати, напишите в комментариях. Я что-то на секундочку забыл. Так вот, есть у меня бананки, которые накопились. И я сейчас еду на рынок початок, чтобы вернуть продавцам. Ну и заодно, раз уж мы с вами туда едем, то мы узнаем свежие цены на сегодня. Потому что сегодня мы закупку по овощам не делали. По причине того, что у нас со вчерашнего дня осталось очень много. Плюс нам очень много люди принесли. Поэтому сегодня мы раздавали то, что было, то, что накопилось со вчерашнего дня. Сегодня мы докупали только на готовку мяса частично. А частично использовали то, что опять-таки нам вчера принесли. Нам принесли 3 огромных пака курицы просто в кафе. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает нашу инициативу. Всех, кто поддерживает нашу взаимопомощь. Напоминаю, что ежедневно, кроме воскресенья, на торговой 51 мы кормим всех нуждающихся в этом. Мы раздаем 100 порций ежедневно горячих обедов. 100 комплексов. Это первое, это второе. Хлеб, вилка, ложка, ну как положено, салфетка. Вот, также, когда было холодно, мы давали чай, кофе. Ну, сейчас 100 просит точно так же даем. Делаем мы это с 12.30, ну, до 14, но обычно сейчас уже раздаем быстрее, потому что уже как-то есть определенный порядок. Пока на данный момент мощностей хватает только на 100 порций, но вполне возможно, что с этого времени мы будем расширяться и, может быть, еще в других районах города будем делать аналогичные пункты раздачи. Сейчас мы об этом думаем. Ну, как-то, знаете, нужно, чтобы устаканилось одно, отработался механизм и потом мы шли дальше. Всем, кому нужна помощь, всем, кому нужна помощь продуктами, любая другая, мы помогаем подгузниками, детским питанием, в случае необходимости пытаемся найти медикаменты, но это очень непросто. Медикаментов у нас, как таковых, нету, и в аптеках либо их нету, либо большие очереди. Поэтому медикаменты, опять-таки, у нас есть так называемая взаимопомощь. Если там людям нужны какие-то лекарства, я обычно об этом объявляю в своих видео. И, соответственно, у кого есть такая возможность, люди помогают. Вот мне позвонили недавно знакомые, говорят, у нас остался определенный список препаратов. Вот, кому надо, мы готовы помочь. Как только вы мне напишите кто-то, кому нужны эти препараты, я с людьми свяжусь, потому что это рецептурные препараты, и у них есть условия хранения, они должны храниться в холодильнике. Вот, поэтому мы с людьми договорились, что они у них дома хранятся в холодильнике, и как только будет потребность в них, то они сразу, может быть, даже сами завезут людям. Это будет вообще здорово. Вот таким вот образом мы помогаем. Мы помогаем, адресно делаем доставку продуктов. Кому мы помогаем? И меня иногда в комментариях спрашивают, вот в Одессе там не летают снаряды, нету гуманитарной катастрофы, кому же вы постоянно развозите эти продукты? Слава богу, да, вы абсолютно правы по поводу того, что не летают снаряды, но с началом военных действий у нас очень много людей осталось, во-первых, без работы. Вот, и сейчас действительно, вот мы вчера с одним знакомым общались, он приехал с Канады, мы точно так же общались по поводу того, что они хотят поддерживать нас, помогать нам. Вот, он говорит, да, я зашел в магазин, я вижу, что продукты есть. Не все, не валом прилавки завалены, как было раньше, нету 250 сортов колбасы, но, в общем-то, можно купить все, можно купить и молоко, и хлеб, и так далее. Но ведь я заметил то, что людей нету, а людей нету, потому что у людей нету финансов. Очень много людей работало от зарплаты до зарплаты, и у них не осталось сбережений, поэтому, соответственно, люди и не могут себе позволить ничего купить. Мы помогаем, в первую очередь, малоимущим, мы помогаем, в первую очередь, многодетным семьям, мы помогаем беженцам, сейчас очень много беженцев. Мы, кстати, завтра, где у нас, в Фонтанке, да? В Фонтанке мы возили туда вчера помощь, и завтра мы еще повезем, у них есть кухня, мы завтра с утра закупимся на рынке, закупимся картошкой, овощами всеми необходимыми. Ну, так, не слабо, я думаю, что мы им, там, как минимум, два мешка картошки отвезем, ну, то есть, так, чтобы это хватило надолго. Вот, и отвезем туда тоже помощь, вот, там четко есть лагерь беженцев, вот, мы вчера его нашли, нам его показали, и мы вчера отвезли помощь, а завтра еще будем продолжать людям помогать. Мы помогаем пенсионерам, очень много людей, у которых, ну, пенсия маленькая, денег не хватает даже на коммуналку, а, соответственно, кушать тоже надо дальше. Инвалидам. Всем, кому нужна наша помощь, мы, в общем-то, это делаем. Максимально стараемся помочь. Вот, поэтому всем, кому мы можем помочь, пишите под этим видео, будет ссылка на мой инстаграм, обязательно. Пишите, пишите, какая вам нужна помощь. Ну, единственная просьба, сразу в одном сообщении написать все. Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, номер телефона такой-то, мой адрес такой-то, нужна помощь, нас там два человека, или нужна помощь, есть маленький ребенок, нужны, например, подгузники. Тройка, я сейчас условно говорю. Потому что у нас есть также запас подгузников, у нас есть некоторый запас детского питания. Вот, это то, что нам помогает люди из других стран, нам уже помогли из Англии, из Германии, из Франции. То есть, у нас что-то появляется из Молдовы, ну, через Молдову нам помогали тоже ребята. Поэтому помощь поступает, ну, наверное, не в таких объемах, как это поступает в какие-то там крупные структуры. Но, тем не менее, мы стараемся помочь всем, мы стараемся помочь адресно. Ну, и фишка наша в том, что мы действительно помогаем тем, кому это надо. Мы приезжаем по адресу, мы заходим в жилье, мы убеждаемся, что людям нужна наша помощь. Мы это делаем визуально. Мы смотрим, как люди живут, как они одеты, в каком состоянии у них жилье. Ну, кстати, вот вчера мы общались как раз на тему, что некоторые беженцы, например, одеты, может быть, хорошо, но у них нету ничего. В общем, оцениваем все по месту и, соответственно, оказываем помощь. Можем дать и несколько наборов, можем дать всего один набор. Интересно, что-то еще есть? Цены еще узнаем? Да, я думаю, что еще узнаем цены, поэтому давайте узнаем, что почем. Здрасте, а почем сегодня картошка? Вам крупно требовать, чем на семена? Мне надо нормальную, на готовку. 7,50. Есть розовая, есть белая, есть лаваная. 7,50 это от мешка, да? Да. А если мешков 5 брать? 7,50 дешевле не можем, это и так очень хорошая цена. Хорошая цена, да? Немножко припала. Картошка хорошая. А на семена почем? 7. На семена по 7. Хорошо, спасибо. Подъезжайте, посмотрим, вижу. Хорошо, посмотрим. Хорошая цена на картошку. Здравствуйте, а ваша картошка почем? Висим, пенечка дает. Висим? Да, все остальное, висим пенечка дает. Пенечка, но небольшая, а та крупнее. Да, да, висим, 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 все крупнее. Понятно, спасибо. Немножко упала, да, картошка? Да. А с чем связано? Много навезли или что? Или уже остатки большие? Сезон прошел, да. Ну и ажиотажа уже такого нету, как был, да? Хорошо. Наверное, хорошо для покупателей, да? Для вас не очень? Да, и хорошую, и сами подошли. Ну да. Ну, в принципе, вернулись цены, которые были до войны, да? Да, примерно так. Да. Хорошо. Может, даже, ну, в принципе, конец сезона, в конце сезона всегда бы она была дешевле. В прошлом году она, наверное, в это время гривен по 5 была уже, да? По 6. Не, не было. Не было, да? А по чем была? 7-8. 7-8, да? Да. Угу. Откуда вы привезли? В Венисской области. Хорошо, спасибо. Да, до свидания. Да, взаимно. Ну, в общем, цена на картошку понятная. Картошки очень много. И, в принципе, то, что мы ожидали, то, что мы ожидали, как я говорил несколько выпусков назад, что я прогнозирую падение. Падение цены, потому что я знаю, что в закромах лежит очень много. Здравствуйте, а по чем лук сегодня? 17-14. 17-14, да? Да, и мелкий 14. Мелкий 14. А морковка? 18. 18. И амонат. Моря точно. Припал лук тоже, да, немножко? Припал немножко в сыне. Да, и лук, и все, опускается. Ага. Ну, вчера было тоже, уже под вечер сказали, что бы отпускать, ну, хозяинского. Ага. Еще вчера что-то лечим, четверо-плечим. Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, счастливо. Наверное, это здорово, правда? Наверное, это здорово. Сейчас мы еще спросим, по чем капуста. Она у нас с этой стороны. Здрасте, а капуста по чем ваша? 15. 15, да? 15. Ну, и цена хорошая. А что упала? А? Что подешевела? Много ее? В Венечале, а там 18-19. Да, не, ну я-то брал ее и по 20 когда-то. Все равно подешевел. Хорошо, что подешевела. Ну, конечно, меня это радует. Да. А там по чем тоже? Тут тоже ваша или нет? 20. Там 20? Сейчас спросим. А по чем картошка? Ой, капуста по чем? Капуста по чем? 20. Нет, обычная. Обычная 20. 20. Ага. Друзья, то, что я всегда говорю, всегда нужно прошвырнуться по базарчику. Всегда узнайте цены. Я, в принципе, в прошлом году очень много делал обзор оптовых цен вот этого рынка. Посмотрите. Многие меня, конечно, знают. Но хотя сейчас уже новые продавцы, знаете, как-то продавцы меняются. Они вот там торгуют, торгуют, но все равно как-то есть какое-то колесо. Хотя, ну, вот есть люди, которые работают постоянно. Мы сейчас узнаем. Мы, кстати, сюда и отдадим потом бананки. Ну, вот Макс здесь постоянно работает. У него всегда хорошие цены на яблоки. Сейчас что-то никого нету, да? А, нет, Макс дальше. А по чем яблочки? Есть, 7, есть, 8, есть, 10, красный голодон есть. Самые дорогие по чем? Есть горели. Это что? Пинола, красный голодон. Пинола. Не надо, не надо, я понял. Чемпион есть, Де Коста есть. А самое дешевое что по 7? Де Коста, флорина. Просто мелкое, да? Да, конечно. Есть, декрус, на 8 гривен. Ну, в общем, от 7 до 10 гривен яблоки. Друзья, опять-таки цены вернулись на довоенные. Ну, вот, то есть, закрома, как говорится, полны. Вот, такого спроса нету. Поэтому сейчас хорошее время, в общем-то, делать базары. Те, кто вот, как мы, готовят людям, оказывают помощь. Обращайте внимание на оптовые цены. Ну, потому что вот даже где-то, вот мы только что ехали на, там, на Высоцкого, вдоль дороги стояла машина, там картошку продавали по 12. Ну, то есть, по факту это очень дорого. По факту это очень дорого. Так что, друзья, вот такие дела. И базар хороший. Даже вот в это время, почти 5 часов вечера, почти 17.00. Но, напомню, что у нас комендантский час продлили до 21.00. Поэтому, в общем-то, ну, жизнь, можно сказать, наполняется уже каким-то движением, наполняется каким-то смыслом. Очень много бизнесов начали работать. Посмотрите видео про седьмой километр, про который я говорил. Вот. Такая у нас ситуация. Напоминаю, что если вы хотите поддержать нашу инициативу и помочь одесситам, то под видео есть ссылка на мой инстаграм. Пишите мне в инстаграм. Мы с вами обсудим ту помощь, которую вы можете оказать. Вы можете просто принести продукты на торговую 51, если вы одессит. Причем любые продукты вы можете привезти туда. Мы из них сразу либо начинаем готовить, либо начинаем фасовать наборы для раздачи. Если готовы оказать финансовую помощь, то точно так же внизу под видео есть реквизиты, как это можно сделать. Тем более, что сейчас мы приняли решение, что нам нужно собрать на какой-то небольшой, недорогой микроавтобус, чтобы мы могли загружать. Ну, потому что вот так возить коробки, вы сами понимаете. Ну, коробки, ладно, они легкие. Когда тут грузишь по 5-6 мешков картошки, плюс сверху еще морковка, капуста, буряк. Ну, машина едет вот так. Поэтому мы приняли решение, что нам нужно собрать на небольшой, недорогой микроавтобус. И, соответственно, если у вас есть такая возможность, и вы готовы нас в этом поддержать, то точно так же все реквизиты под этим видео. Огромное вам спасибо. 13 марта 2022 года. Ой, 13. Сан Саныч уже заработался. Я сегодня поступлю так же, как вчера. Я вчера приехал вечером домой, выключил телефон и лег спать. Вот, потому что такой день был насыщенный, что вчера, что сегодня. 30 марта. Спасибо, что ты показал. Какое сегодня число. Желаю всем мира, добра, любви и счастья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok